Привет танкистам и милитаристам! С вами Алекс Шикака и сегодня я вам расскажу про один из своих любимых танков на первом тире ВЗ-501, китайский аналог советской боевой машины пехоты. Выбрал именно его для прокачки, просто наугад, потому что он мне показался лучше, его стоит немного дороже советского аналога. Если говорить про характеристики, то ВЗ-ка немного быстрее и обладает большей прочностью, чем БМП-1. Её вооружение хоть и наносит меньше урона, быстрее перезаряжается, и это мне нравится. Но по большому счёту разница между ними не колоссальная, и всё что я скажу про 501-ю будет актуально и для БМП-1. Так вот ВЗ-ка это просто адская бешеная птуровозка, наносящая колоссальный урон. Ведь мы можем вдарить по неприятелю сразу с двух орудий. Непосредственно с пушки, снаряды которой имеют бронепробитие в 300 мм, и с нашей ракеты, HG-73, бронепробитие которой составляет аж 500 мм, что на 100 мм больше её советского аналога «Малютки». Несомненным плюсом является то, что ракета сразу доступна к прокачке, правда находится на МК-3 и прокачивается за безумно дорогие МК-3 модули. Да, пришлось раскошелиться, но я таки вывел её в топ. И теперь она наносит аж 10 тысяч урона, ну плюс 4 тысячи по модулям, если попадёшь. Итак, каждые 3,2 секунды с прокачанным модулем на перезарядку. Пушка с этим модулем перезаряжается за 4,1 секунды. Таким образом, с двух орудий мы имеем просто бешеный ДПМ, разрывающий практически любой танк. На этой тачке можно смело идти в ближний бой, если, конечно, умеете кататься вокруг танка и настреливать в него, пока он не успевает повернуть к вам башню. С телефона, конечно, не так удобно, как с эмулятора, но тоже получается. Я последнее время именно с телефона играл, и этот бой записан на нём же. Но, конечно, все мы ждём пока версию игры, чтобы можно было развернуться по полной. Также хочется отметить высокую скорость и бесподобную манёвренность ВЗ-ки. На этой тачке вы можете спокойно нестись на захват точки впереди всей команды. Расплачиваться за всё это великолепие приходится, разумеется, картонностью нашей техники. Благо в модуле нам завезли противокумулятивные щиты, которые ставить нужно обязательно, друзья. Они действительно выручают. На данный момент моя прокачка выглядит вот так. На этом пока остановлюсь, посмотрю, как ВЗ-ка будет чувствовать себя на втором тире, и подумаю о том, чтобы открыть что-нибудь из МК-3. Но уж больно это дорого. Тем более, что на втором тире меня дожидается БМП-2, выигранная в гаче. И когда туда придёт достаточный онлайн, я пересяду на эту чудесную Тарантайку и сниму обзор для вас. Поэтому подписываемся на канал, смотрим обзоры, посещаем стримы. Что могу сказать про ВЗ-ку в бою? Она хороша, но на ней спешить не надо. Хотя я всё время спешу и, конечно же, не выживаю в большинстве случаев. То есть я живу примерно половину боя, вторую половину на другую в Туровоску сажусь и завершаю начатое. Зато цифры фарма прекрасные, я, как правило, нахожусь в первой половине таблицы. Но это ещё, конечно, связано, что я специально пытаюсь эпичные бои для роликов записать, что на самом деле с тактической точки зрения не очень хорошо. Если играть спокойно и двигаться вместе со своей командой, всё будет вообще прекрасно. Не пренебрегайте пользоваться дымами, они реально выручают. Но, правда, в них ничего не видно. Можно, конечно, прибор ночного видения включить, немножечко получше, но, конечно, не тепловизор, да. Зато радует то, как расположена ракета на нашей Туровоске. Она немного, но задрана вверх. Поэтому при запуске она летит по дуге, огибая препятствия. В отличие, например, от Туровоски за золото ЦМ-25, где орудие расположено параллельно земле. Да, идеальный вариант использования предполагает, что вы будете ракету сначала в воздух кидать, а потом уже доводить до цели. Но сейчас дымы от этой самой ракеты заслоняют абсолютно всё. Разработчики о проблеме знают и обещали её исправить. Ждём. Кому же подойдёт ВЗ-ка? Да любому игроку, у которого ещё есть дух авантюризма. Да, живучестью она не обладает, зато она очень весёлая и наносит много урона. Если вам удастся приручить китайскую БМП, вы будете на ней просто кайфовать. А это самое главное в нашей игре. Попробуйте её и вы. Ну а следующий обзор я сделаю на один из золотых танков первого тира. На какой именно решите вы. Ссылка на голосование в Телеграме будет закреплена в описании к ролику. Ну а на этом у меня всё. С вами был Олег Шикака. Хороших вам боёв и всем пока. А вот тут он меня вообще не видит. Пробитие цели подтверждаю. Отличный выстрел.